Здравствуйте! Вы смотрите программу «Работа». И сегодня у нас в гостях декан радиотехнического факультета Ульяновского государственного технического университета Кадеев Дамир Нурулович. Дамир Нурулович, здравствуйте! 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 Но давайте, пожалуй, поговорим о вашей кафедре, потому что уже многие ваши коллеги были у нас в гостях. Тут и энергетический факультет, и факультет информационных систем и технологий. Вот радиофак сегодня. Что из себя представляет? Что там есть такое интересное, может быть, удивительное, чем не могут похвастаться другие? Ну, удивительно уже то, что факультет существует огромное количество лет. Он всего лишь на пять лет моложе самого университета. Был образован в 1962 году. В этом году будет 58 лет. Это большой срок. За это время факультет выпустил огромное количество, тысячи специалистов. Многие предприятия города, значит, некоторые из них вообще наполовину комплектованы нашими выпускниками, да, это, конечно, предприятия такого профиля, где радиотехника является основным из бизнес-процессов. На факультете пять выпускающих кафедр. Эти кафедры реализуют пять образовательных программ бакалавриата. Также эти пять кафедр реализуют дальнейшие программы магистратуры. На кафедрах есть и аспирантура, и на некоторых есть докторантура. То есть мы реализуем полный цикл, все уровни образования. Кроме этого, на кафедре радиотехника есть специалитет. То самый специалитет, который еще идет вот с советских времен. Я сам заканчивал специалитет радиотехника. Это то самое полноценное образование, как сейчас говорят, которое позволяет выпускнику практически сразу приступить к самостоятельной работе. Он обладает всеми необходимыми компетенциями. Ну и обучение там продолжается пять с половиной лет, в отличие от обычного бакалавриата. Какие это кафедры? Ну, прежде всего, это традиционные кафедры факультетов, с которых все начиналось. Это кафедры радиотехника. Вот как раз она сейчас реализует программу бакалавриата информационной технологии радиотехники и интернет-вещей. Вот интересная программа. Она сохраняет в себе то классическое наполнение, которое было до сих пор. Но плюс усиленная подготовка в области информационных технологий. В области интернет-вещей. Мы все слышим, да, эти новые термины. Они приходят в нашу жизнь. Радиоэлектроника здесь находится на переднем плане. Поэтому вот эта программа, мы надеемся, что она будет очень-очень востребована. Ну, как показывает практика, на нее очень ребята с удовольствием идут. Ну, вот это, получается, интернет-вещей, это такой, можно сказать, наверное, проект, если так мы будем называть. Наверное, с ФИСТом тоже где-то пересекается. Или здесь все-таки электроника – это ваше, а вот программы к этому всему – это ФИСТ. Ну, понимаете, вот ФИСТ, радиофак – это такое искусственное деление. На самом деле интернет-вещей – это симбиоз, да, склейка электронной начинки и информационной технологии. Да, действительно, когда сейчас говорят об программах электронной России, цифровой России, прежде всего говорят об информационном обеспечении, о программистах, при этом, конечно, забывают о том, что это программа обеспечения работает на электронных модулях. Все, что ездит, плавает, летает – это все электроника. Нет электроники – нет программного обеспечения. Не на чем ему работать, да. Поэтому, как бы, электроника, электронные модули, программные электронные модули, они спрятаны под это. Поэтому, когда мы говорим об интернете вещей, конечно, прежде всего мы имеем в виду электронную начинку. Я думаю, что у многих уже в домах появились умные вещи, начиная со смарт-телевизора и заканчивая смарт-розетками, да. Сейчас уже, я просто знаю людей, у которых такие розетки установлены. Они стоят очень недорого. Китай их производит. Можно по своему телефону посмотреть, а не забыл ли ты выключить дюк. Да, энергопотребление посмотреть. Если энергопотребление маленькое, значит, все электроприборы выключены. Ну и так далее. Я уж не говорю о всяких, всякого рода. Да, ну и сам утюг уже может прислать сообщение, что ты забыл его выключить, например. Да, ну и более дорогое решение, да, когда утюг, значит, тоже. Ну, интернет вещей — это когда вещи выходят в интернет. Потому что, ну вот сколько людей на планете, значит, столько интернет-пользователей. А интернет вещей уже сейчас миллиарды, десятки миллиардов. Ожидается вообще сотни миллиардов. То есть вещи помимо социума человека общаются между собой. И создается вот в этом социуме уже своя система взаимодействия. То есть это очень интересная задача. Мы движемся вот туда, как говорят футурологи, к шестому технологическому укладу. Там, где вот интернет вещей, где искусственный интеллект, где эти вот замкнутые циклы ядерные, где аддитивные технологии, да, известные как 3D-принтеры и так далее, и так далее, и так далее. Это очень серьезная, интересная вещь. И вот она как раз без электронщиков и без программистов не состоится. Не состоится. Потому что здесь основа основ. Я почему и говорю, вот почему вот эта программа бакалаврская, уже понимая о том, что наши ребята, которые через 4 года будут выпускаться, они уже окунутся в эту среду интернет вещей. Уже это будет. Уже сейчас это есть. А там это будет повсеместно. И в быту, и на производстве. Ну, на производстве это чаще называют индустриальным интернетом, или там киберфизическими системами. Но в быту это интернет вещей. Это городская среда, умный дом, умный город, ну и так далее. Еще раз говорю, это кафедра радиотехника готовит бакалавров по вот этому направлению. Плюс то самое направление специалитета, 5,5 лет, готовит специалистов в области. Значит, подготовили специалистов по программе радиолокационной системы и комплексы. Это вот та самая программа, которая еще идет в традиции, несет в себе традиции советских времен. Наиболее полноценное образование дает, нацелена на создание сложных систем. Зачастую эти системы, значит, двойного назначения, военно-промышленный комплекс. Оборонка. Конечно, конечно. А вы посмотрите, все, что мы имеем, все наши интересные изделия, которые мы сейчас, значит, гордимся, да, они все напичканы электроникой, без электроники никак. И когда мы говорим о том, что вот у нас 7 ПВО не пропустят там даже дроны и так далее, и наша ракета выпадает с точностью там плюс-минус там сантиметр. То есть электроника. Это все электроника. Ну и программное обеспечение, конечно. Вот в свое время как-то эти две технологии развивались вместе. На самом деле это вот одна единая технология. Почему? Потому что невозможно писать программу, хорошо работающую программу, не разбираясь в электронике. Ну хотя бы вот на таком поверхностном уровне. И наоборот. Невозможно построить электронный модуль, не понимая, каким образом дальше для него будет писаться программа. То есть оптимизировать эти два куска невозможно. Вот поэтому, в принципе, нужно вот сейчас обратить внимание, наиболее востребованные те проекты, которые находятся на стыках. И специалистов, которые готовят сейчас, особенно ценные специалисты, это те, которые, их иногда еще называют сборщики. То есть, да, есть хороший радиоэлектронщик, да, есть хороший программист, есть проект создать какую-то вот вещь, а они не могут. Они разговаривают на разных языках. И вот специалист, системный инженер, так называемый, он умеет собрать все это и добиться выполнения проекта, назначенный срок, назначенный бюджет. То есть, как раз из задачи системного инженера. Вот как раз сейчас ценятся именно эти сборщики. Даже не столько высокий профессионализм в какой-то области, потому что сейчас столько информации, что невозможно просто все удержать в голове, да и не надо. Но умение системно мыслить, мыслить целостно, вот это самое главное. И я почему об этом заговорил, вот именно на радиоэлектронном факультете мы всегда придерживались такой стратегии системное мышление, даже системно-ориентированное мышление, формирование системно-ориентированного мышления. Ну, наряду с этим, конечно, это еще и формирование так называемых soft skills компетенций, умение работать в команде, лидерские качества, профессиональные коммуникации, готовность браться за решение сложных задач и так далее, так далее, так далее. Вот это все вместе позволяет, пусть даже не при очень высоких профессиональных компетенциях, добиться результата. Потому что важно добиться результата. Не просто продемонстрировать свою умность, да, а нужно продемонстрировать готовность добиться результата. Вот нацеленность на результаты – это самое главное, самое главное на сегодня. Так, ну, кафедру одну затронули, дальше какие еще? Значит, это, опять же, следующая кафедра – это кафедра конструирования и технологии электронных средств. Условно можно поделить, если брать весь жизненный цикл изделия, мы говорим о том, что есть идея, есть разработка, значит, структуры, функциональной схемы, принципиальной схемы, а дальше идет уже реализация этого проекта, то есть разработка технологии, конструкции, технологии, производства и так далее. Вот условное деление, сейчас говорят, условное деление. Кафедра радиотехники готовит специалистов вот для первых этапов жизненного цикла изделия, а кафедра конструирования и технологии электронных средств вот для следующего цикла. Но это не значит, что, скажем, специалисты кафедры радиотехники не знают, как производить радиоэлектронную продукцию, и наоборот, специалисты, заканчивающие кафедру конструирования, знают прекрасно схемотехнику, они также могут проектировать изделия, точно так же у них великолепная подготовка в области информационных технологий. Ну, вот такое условное деление. То есть, если вы больше теоретик, то, конечно, я бы пригодовал вам на кафедру радиотехники пойти. Если вы практик, человек с паяльником, да, то есть, вот хотите увидеть результат своего труда вот в железе, то, конечно, вам лучше пойти на, учиться на кафедру конструирования радиотехники, то есть, вы будете, придете на предприятие и будете все понимать и знать, как производится, значит, радиотехническая продукция. Они изучают элементную базу, как происходит сборка, расчеты все, тепловые, значит, нагрузочные расчеты, магнитные совместимости и так далее, так далее, так далее, так далее. То есть, они все знают. То есть, это люди, которые умеют по принципиальной схеме, по чертежу сделать изделие работающее, надежно работающее, долговечное. Следующий кафедр телекоммуникации. Как я уже сказал, сейчас общий тренд — это информационное наполнение любых профессий. Там, вот уже два года, да, как реализуется образовательная программа бакалавриата защищенной системой и сети связи. Почему? Значит, она также содержит всю классическую подготовку в области телекоммуникаций, ничего не пропало. Но дается усиленная подготовка в области защиты данных, комплексной защиты данных, криптозащиты. Потому что, ну, знаете, да, сейчас все эти программы «Электронная Россия», «Цифровая Россия», многие организации обмениваются огромными массивами данных. Стает задача, значит, обеспечения безопасности этих данных. Ну, защитить эту информацию. Конечно, чтобы их не украли, их не испортили и так далее, так далее. Так вот, одними антивирусами здесь не обойдешься, значит, здесь комплекс задач решается, как организационного плана, технического плана и программного плана. Вот они как раз получают такую подготовку в области комплексной защиты данных, именно в телекоммуникационных сетях. Это очень сегодня востребовано на рынке, и дальше будет все более и более востребовано. Они изучают средства криптозащиты, аппаратные и программные. В общем, очень интересное направление, очень интересное направление. Значит, наши работодатели, прежде всего Ростелекома, наша собственная компания, очень заинтересованы в выпуске таких специалистов. Да, они, собственно говоря, нужны везде, в любой организации, где работают с базами данных, чтобы обеспечивать безопасность. Временно безопасность. Это вот я сейчас озвучил радиотехнический блок. Кроме этого, у нас еще есть два направления. Радиотехнический в курсе я всегда отличался вот многоправным таким вот. Два направления. Это, пожалуй, я сначала скажу о направлении технической физики. Программа называется «Физика наноструктур, нанокомпозитов и наносистем». О, как! Да. На самом деле, да, это вот такое совершенно новое, даже, можно сказать, прорывное направление. И мы очень надеемся, что у нас все получится. В этом году первый набор, 18 бюджетных мест. Вот. Набираем ребят, которые любят и знают физику. Вот. И здесь надо технологии понимать широко. Потому что нанотехнологии – это, в принципе, любые технологии, которые работают на уровне единиц десятков нанометров. Это одна миллиардная часть метра. Это уровень размер молекул, даже атомов, да? То есть это такой уровень. На этом уровне физики проявляются уже те самые квантовые эффекты, которые в макромире отсутствуют. И за счет изучения этих квантовых эффектов и других эффектов регулярных структур появляются совершенно новые свойства материалов. Можно строить наносистемы. Вот, например, уже сейчас существуют материалы, именно здесь текстиль, который не пачкается, не намокает, не манется. Он очень устойчив к разрыву. Это все вот… Только за счет, так сказать, вот использования наночастиц. В строительной индустрии то же самое. Бетоны. Очень важный. Бетон, да. Да, достаточно, грубо говоря, щепотку этой нано-порошка. И бетон приобретает там чуть ли не на порядок большую твердость. Вот. Есть наводки уже, когда, значит, определенного вида наночастицы, ведь бетон почему разрушается, образуются микротрещины. И вот они все растут и растут, растут. Вот. А есть специальные технологии, которые позволяют туда заселить, ну, некоторые, так сказать, вот, наночастицы, которые в случае появления трещины, то есть доступа к воздуху, они тут же начинают вырабатывать, там, вот, типа, кальций-подобного, так сказать, вещества и заполняют эту трещину. То есть залечивается, бетон сам залечивается. Ну, и я уж не говорю о фармакологии, медицине, когда можно, уже сейчас есть, значит, наработки, когда наносистема позволяет доставить, значит, конкретное лекарство в конкретную раковую клетку и вот убить ее. Ну, такое прям уже, это, фантастика. Если вот в этом не разбираться, там вот обычному гуманитарию это рассказывается, но... Это будущее. Это пока еще находится вот как бы на стадии лабораторных исследований. Конечно, в этом отношении лидерами являются мировыми США, Япония, в Европе есть исследовательские центры. Но я думаю, что к нам тоже придет. Вот. Я почему об этом говорю? Да, ну, здесь, конечно, экология, безусловно. Это космос, это медицина и так далее. Я хочу сказать, что вот это направление, это не чисто радиотехническое, даже не чисто техническое, оно такое. Но сейчас, пока мы начинаем, именно вот с такого технологического уровня, уровня вот наноструктур, нанокомпозитов, наносистем. Ведь есть уже микророботы, которые прям буквально там микроколесики есть, он крутится, идет, да, да. Но это вот все пока еще на уровне разработок, но это есть. То есть доказана возможность их сделать. Вот. Такое очень интересное направление. Приглашаю ребят на это направление. Особенно те, кто любит и хочет лучше знать физику и математику. А главное, вот стремление к чему-то новому. Вот видите, сколько всяких переважений. Здесь, по-моему, самое что ни на есть новое. Да. И еще одно направление – это управление качеством. Управление качеством в киберфизических системах. То есть сейчас, опять же, тот самый четвертый программ, о которой немцы провозгласили индустрию 4.0, она говорит о том, что есть цифровизация, роботизация, глубокая автоматизация. Скоро все предприятия станут роботизированными комплексами. И выясняется, что, оказывается, управление качеством, а это направление такое, оно включает в себя и инженерную составляющую, достаточно хорошую, естественно, научную подготовку, профессионально хорошую, и менеджерскую, управленческую. То есть они умеют управлять. Они умеют описывать бизнес-процессы, умеют их совершенствовать. И все это сводится к тому, что повышается конкретноспособность, устойчивость предприятия на рынке. А что еще нужно? Вот. И произошел сдвиг. Если раньше специалисты в области управления качеством работали больше с людьми, были одни способы, инструменты, подходы. А теперь, когда будут возникать роботизированные комплексы, совсем другие подходы. То есть это должен быть специалист-технарь. Технарь и совсем другие подходы. Значит, с компьютером не будешь уговаривать его работать качественно. Он компьютер, он компьютер. Значит, соответственно, нужно уже на каких-то этапах разработки программа обеспечения вот этого роботизированного комплекса вникать во все эти вопросы. Изменяется структура, поэтому, естественно, мы вот эту программу подработали. Точно так же мы готовим специалистов в области управления и качества в производственных технологических системах, но они еще будут уметь работать с такими гиперфизическими системами, с пустыми цехами, что называется. Где же я был? На ФС Пылсонах, по-моему, на Левом берегу. Там цеха пустые. Там вся информация стекается. Ну, почти там ходят люди. Стекает информация в пульт управления, там диспетчерская служба. Вот у них все на экране. Все. А знаете, как устроены атомные станции и так далее. Уже вот они, вот они гиперфизические системы. А вот в таком случае, если все будет автоматизировано, то в какое-то время специалистам просто не хватит работы? Ведь даже если на каждое предприятие поставить по вашему выпускнику, который сможет все это оптимизировать, то есть тут уже возникнет вопрос будущего трудоустройства? Или это прям совсем на перспективу? Это отдаленное будущее, но футуриологи говорят о том, что в будущем иметь работу будет привилегией. Потому что, да, если вы имеете работу, вы будете иметь хороший заработок, вы будете в социуме быть на порядок выше, чем те люди, которые не имеют работу и просто живут на дотациях. Минимальные. Вот. Да, к этому все идет. Дело в том, что, смотрите, сейчас идет процесс алгоритмизации деятельности человека, то есть перевод знаний формально. Если вы сможете компьютеру объяснить, чем вы занимаетесь, и он сможет это повторить, вы уже не нужны. А это так, к этому идем. А неизбежно. Вот. Дешевле поставить компьютер, он не устает, не болеет. Не просит в отпуск. Не просит в отпуск, не бастует и так далее, и так далее. Вот. И он быстро перестраивается. Быстро переналаживаем. Сейчас, видите, очень интересная новая задача – это создание быстро переналаживаемых систем. То есть сейчас выпускаем одно изделие, поступила заявка на другое, мы начинаем на этом же оборудовании, оно само перенастраивается, а выпускаем другое изделие. Вот. В этом отношении очень перспективно является так называемая аддитивная технология 3D-принтеры. Им все равно ничего печатать. В общем, да. Да. И вот я хочу все-таки здесь… Да, ну если вот вы говорили о специалистах, о рабочих местах, вот смотрите, есть такое деление, скажем, есть ремесленник, а есть мастер. Если вы ремесленник, профессионал высокого класса, но вы четко выполняете свою работу по определенному алгоритму, который может повторить компьютер. Вы потеряете свою работу. Если вы мастер, то есть вы выкладываете креатив, творчество, душу, компьютер этого не сможет сделать. Поэтому, ну что, надо стремиться быть мастером. Переходить быстро от уровня ремесленника, через него не перескочить, от уровня ремесленника на уровень мастерства. И тогда, да, действительно, вы обезопасите себя, ваше рабочее место сохранится. А вы посмотрите, еще лет 50 назад была ситуация, когда можно было просто, получив профессию, будьте уверены, что всю жизнь проживете, прокормите себя, свою семью, и до пенсии хватит. Сейчас, вот тому поколению, которое вот сейчас встает на ноги, придется два-три раза поменять профессию. Профессии исчезают. Еще там сто лет назад без лифтера в лифт никто не заходил, боялся. А, значит, вот сейчас мы лифтом, мы пользуемся. Точно так же, как скоро будем пользоваться беспилотными автомобилями. Сейчас мы их боимся. Мы будем и пользоваться. Вот, конечно, когда будет выстроена определенная инфраструктура, да, наличия беспилотного автомобиля мало, необходима еще вся дорожная структура, и городская структура должна быть тоже перестроена. Ну, это отдельная тема для разговора. Ну, это да. Одного автомобиля, да. Потому что сегодня проектируют вот эти беспилотники, как некие умные машинки, которые попадают в некую агрессивную среду, и вот они смотрят, озираются, как бы никого не сбить. Так не должно быть. Они должны попадать в благоприятную среду. Городская среда должна его брать на сопровождение этого автомобиля. Но еще говорю, это отдельная тема. Значит, я хотел бы вот здесь вот вот эту мысль завершить следующим. Почему на радиофаке вот такое многообразие казалось бы совершенно разные вещи? Очень все просто. Как вы правильно сказали, что нанотехнология — это основа основ всего будущего. Дальше. Без микроэлектроники обойтись просто невозможно. То есть мы имеем технологическую основу. Дальше мы имеем инструментальную основу. Радиотехнические все направления. А управление качеством — это управленческая составляющая. То есть она говорит, а теперь я знаю, как вот это все оптимизировать и настроить так, чтобы это работало лучше остального всего. Вот мы, вот, скажем так, вот такое понимание у меня, по крайней мере, есть, что хотелось в будущем иметь вот такую выстроенную трехуровневую систему, вот систему, которая бы базировалась на новых, новейших технологиях, в том числе нанотехнологиях, опто- и акуст-электроники. Дальше инструментарий — это умение разрабатывать электронные средства, уметь их программировать. Мы умеем программировать на самом деле. Конечно, не как физические ребята, но умеем, умеем. Мы можем все изделие сделать от начала до конца. И плюс мезорская поддержка всего и вся. Вот примерно вот такая структура на архитектическом факультете была бы, на мой взгляд, оптимальна. — Но пока еще надо подождать. Но она выстраивается сейчас. — Нет, это процесс постепенный. Он будет идти. Главное — выбрать направление и идти маленькими шагами. Путь пройден будет обязательно. Главное — вот здесь понимать, что как и кого воспитывать. Вот еще один момент. Есть вот два мироощущения, скажем так, калейдоскопическое и мозаичное. Сейчас, к сожалению, наше, особенно молодое поколение, попало в ситуацию, когда огромные информационные потоки. Их много, они разрозненные. Зачастую не удается выставить какие-то логические связи, и возникает клиповое мышление. Что-то там услышал, здесь, здесь, здесь переварить уже не может. И вот калейдоскопическая картина мира у него. Знаете, калейдоскоп? Ну да, когда постоянно... Вроде смотришь, все понятно. Чуть повернул, стекляшки релегли по-другому, другая картинка, человек снова в супре, он не знает, что происходит. А есть, ну, вот игра пазл, да, собирает, по мозаику. Да, да, да. Когда вот вы ее долго-долго смотрите, куда поставите, но когда уже поставили, она уже всегда стоит. И вот когда вот эта вся картина собралась, вас уже ничего, значит, не сможет ни испугать, ни спутать и так далее. Вы будете четко понимать. Вот такую картину мира целостную, мозаичную создать, вот это самое главное. Тогда вот будет четкое понимание. Ну и, конечно, желание, стремление к чему-то новому, овладение чего-то нового, чего-то интересного. Вот, ну, так будущее, так скажем, далекое совсем затронули, так вскользь, да, футурологов вспомнили. А вот сейчас, в принципе, все выпускники востребованы. То есть нет такого, что там надо задуматься, поступать ли, потому что потом удастся ли куда-то пойти работать. То есть здесь и ульяновские предприятия дают возможность, я так понимаю, тут ведь практика в том числе важна. То есть как налажено отношение факультета с предприятиями, где студенты уже во время учебы могут применять свои знания на практике и, например, в будущем, там, после завершения, после получения диплома уже выходить на работу. Ну, она не просто налажена, она уже действует десятилетиями, я еще раз говорю, с факультетом. Ну, я имею в виду, то есть постоянно же новые появляются предприятия. Ну, вот наши флагманы, основные предприятия, они существуют уже давно, это и Ульяновский механический завод, это Ульяновское конструкторское бюро приборостроения, завод «Искра», НПО «Марс», можно еще перечислять. Эти предприятия, которые с удовольствием берут наших специалистов, как я уже сказал, некоторые из них вообще наполовину ИТРов, и Ульяновский работников, это наши выпускники. Постоянно наши ребята проходят там практику. Мы привлекаем специалистов с этих предприятий для ведения занятий. Не менее 10% наших образовательных программ это ведут специалисты, практики. У нас, начиная с третьего курса, как правило, все уже трудоустраиваются. И, в общем-то, мы, если это трудоустройство на полставке, чтобы совмещать учебу с работой, мы приветствуем, если это трудоустройство по специальности, потому что это дополнительный опыт, он пишет курсовые работы, дипломную работу будет писать по этой тематике. Ну, это реально помощь в подготовке этого специалиста, то есть это продолжение образовательной программы. У нас существуют базовые кафедры и НПУ «Марс», и «Искры», и Ульяновское конструкторское бюро приборостроения, и механического завода. То есть у нас очень тесная связь, очень тесная связь. Руководитель этих предприятий является членом педагогического совета нашего университета. То есть здесь мы всегда можем любые вопросы согласовывать. Каждый год у нас происходит так называемое мероприятие по трудоустройству, приезжают работодатели и начинают слатать. И вот где-то они удовлетворены только на 50% нашими выпускниками, по количеству я не веду, не по качеству, по качеству очень. Даже приезжают издалека, даже из других регионов приезжают. Не хватает выпускников. Я не знаю, почему так мало планируют бюджетных мест на техническом направлении, потому что вот сейчас, опять, на информационной технологии, да, слава богу, там все хорошо, туда выделяются места. Вот еще надо на техническом направлении также выделять, потому что симбиоз, иначе будет разрыв. Много программистов и малоэлектронщиков. Вот тут, видимо, надо будет как-то нашему министерству, государству подумать, посмотреть. А вот практически все трудоустроены, 100%. Ну, если кто-то там пошел дальше учиться, ушел в армию, ну, какие-то семейные обстоятельства переехал, а так практически 100% и еще готовы брать, брать и брать. Особенно сейчас, когда уже коллективы некоторых предприятий радио-технического профиля, они, ну, чисто возрастные уже, уходят. Необходима смена, значит, вот поколений. Очень много нужно специалистов, очень много. Вот по позиции работодателей мы поняли, что, да, не хватает по количеству. Позиции молодежи идут, хотят этим заниматься? То есть конкурс большой? Ну, конкурс, все места, естественно, всегда заполнены. Конкурс достаточно большой. Ну, мы где-то там, ну, там, грубо говоря, на втором месте после ФИСТа, да, так, или Энергофага. То есть вот на этой планке. Я полагаю так, что вот сейчас внедрением новых технологий, цифровых технологий, ну, все поймут, что не хватает радиоэлектронщиков, не хватает людей, которые умеют разрабатывать электронные изделия. Нельзя бесконечно закупать это все за рубежом, особенно если, что касается ВПК, военно-промышленного комплекса, да, то есть в какой-то час вдруг все отключится или, не дай бог, полетит в другую сторону. Вот, и поэтому все нужно делать на своей элементной базе, на, значит, на своем программном обеспечении. И вот эта ниша у нас сейчас плохо развита, мы потеряли очень много времени в свое время, нас обогнали другие страны, а нам нужно это все поднимать. Поэтому специалистов такого уровня, такого плана нужно очень много. Надо поднимать производство. Надо поднимать производство именно отечной элементной базы. А ведь что такое элементная база? Это другая схемотехника, другие конструкческие решения и так далее, и так далее. То есть нужны радиотехники, радиоэлектронщики вот на всем жизненном цикле. Ну что ж, спасибо за интереснейшую беседу. Очень стремительно время прошло. И при этом как будто в будущем где-то побывал. Но это тоже неплохо. Засокронули все. Чтобы понимать, что дело сегодня, надо понимать, что будет завтра. Конечно, конечно. Телезрителям я напомню, что сегодня у нас в гостях был декан радиотехнического факультета Ульяновского государственного технического университета Кадеев Дамир Нуролович. Субтитры создавал DimaTorzok